привет всем извините опять за такой поздний эфир ждала пока у всех выйдет праздник я поздравляю вас с выходом из рабства духовного надеюсь что физического рабства из карантина мы выйдем совсем скоро как прошел пресса как у вас дела на кушались львовцы всех рада видеть и так вы меня слышите если да мы можем с вами начинать на большое количество людей сегодня не рассчитываю уверена что все еще занимаются кухней спрятать все весь все пасхальное ставить назад хамцовое вы все наверно уже мечтаете про пиццу а мы взрывали ее уже кушали спасибо большое очень приятно и так четверг это обычный день когда мы с вами изучаем добрый вечер алекс вячеслав недельную главу и недельная глава этой недели швини если кто-то из вас уже читал недельную главу я уверена что у вас возникло много вопросов и естественно арабия своих сихот открывает там шалом олег из питера очень много секретов что хотел сказать вам всевышний этой недельной главой но я взяла для нас с вами одну тему которая меня больше всего поразила и когда я начала ее изучать я поняла что не зря потому что из нее можно выучить столько всего замечательного на нашу с вами каждодневную жизнь что оде кучере кучере стирается ну и вообще надо выгуливать другие парики когда нет возможностей в день он восьмой день омера все правильно тот кто посчитал уже может сказать что сегодня восьмой день омера и так мы сегодня будем говорить с вами про недельную главу и наша общая тема это радость в горе и горе в радости надеюсь чтобы у нас было только радость но я уверена что у всех она сейчас обращается отсутствием возможности работать оставить с кем-то детей постоянной готовкой у женщин я с вами в общем давайте немножко откроем эту тему и узнаем что всевышний хочет нам сказать это недельной главой добрый вечер всем итак один раз у мужчины не стало папы и он думал как он может почтить память своего умершего отца и он решил что ничего лучше он не придумает как ту синагогу в которой постоянно молился папа удостоить ее и написать туда отдельный свиток тоже он добрый вечер евгения ирина станислав всех очень рады слышать и видеть и он очень долгое время копил деньги потому что написание свитка тора это очень дорогая вещь он нашел самого лучшего софера богобоязневого но он написал свиток тора и мало того что он написала его он еще и решил сделать большое празднество для всех кто находится в этой синагоге он купил много качественного вина он купил туда шалом всем много вкусности пригласил туда всех прихожан с детьми с родителями чтобы они смогли разделить с ним его радость и когда радость только начиналась он начал уносить свиток тора и уже говорить поминальную речь по своему папе который он очень долго готовил вдруг все услышали крики а скорую помощь срочно тут женщине плохо они поднимают все глаза и видят что на втором этаже там где обычно молятся женщины добрый вечер всем балаган никому уже не до внесения тора они звонят в скорую помощь скорая помощь приезжает и они не могут спасти женщину и старенькая пожилая женщина конечно же там умирает этот человек хватается за голову и говорит вся моя подготовка к чему она неужели всевышнему было не в радость моё приношение мои добрый вечер всем стэр классно видеть тебя по ту сторону экрана не со мной на диване и он был очень расстроен естественно он не мог продолжать дальше он оставил эту туру в синагогу и пошел домой очень расстроен он понимал что он не может спать у него начались нервные расстройства он решил написать тебе письмо что же делать и поделился с ним своими переживаниями что он так долго готовился сделать хорошее дело но умерла женщина и к сожалению это все обращалось и тогда рабе его очень поддержал и сказал что неужели ты думаешь что у всевышнего есть ошибки знай что эта женщина пережила войну и при ней на ее глазах убили всех ее детей она осталась без мужа и до конца жизни а умерла она в 99 лет она прожила одна знай что всевышний сделал над ней такое чудо и такое милосердие что он не хотел чтобы это праведная женщина умирала одна поэтому он он собрал всех посредством тебя и она умерла вот в такой вот праздничной атмосфере с вином с святостью со свитком тора и со всеми людьми с которыми она молилась все это время спасибо всем большое бывает у нас жизнь такое что когда происходят вещи которые мы очень долго ждали их чем-то всевышний омрачает и мы не можем понять в чем причина ведь мы так ждали например тот же счет омера когда мы должны были сейчас как мы уже с вами говорили выбирать себе платье невесты выбирать зал пробовать еду и нам мечтать какими красивыми невестами и женихами мы будем спасибо большое приходит горе ученики рабе акиба умирают эти дни омрачаются если вы заметили то как всегда в начале урока я включила музыку но она была изменена это было только вокальная без инструментальной музыки потому что даже музыку мы слушать не можем ибо она нас очень радует и так почему я с вами говорю на эту тему потому что в нашей отдельной главе случилось практически то же самое два месяца от ем кипура до 26 кислева весь еврейский народ строил всевышнему дом они переживали как это дом будет выглядеть кто больше денег даст кто чем сможет помочь они перестали спать думать все дети делали все женщины шили все мужчины строили и когда мешкан был построен они сказали всевышний может быть и сегодня туда заселишься и всевышний сказал нет давайте подождем красивой даты они подождали еще два месяца до дня рождения цеха кавину и когда пришел по силу большая тот самый день арон брат муше главный коэн муше и весь народ израиля собрались удела руках того дома который они строили сами для того чтобы всевышний спустил туда свой огонь спустил туда свое присутствие начал жить вместе с народом израиля как муж и жена под одной крышей арон очень переживает и у арона были на то основание почему потому что он знал что как бы мы не посмотрели на эту историю которую мы с вами уже обсуждали он был первым актером в действии когда они делали золотого тельца какие у него были намерения что он об этом думал как он думал в это время про всевышнего не проедала ни в коем случае а ну что он своими руками бросил это золото принесенный еврейскими мужчинами не женщинами в костер и создал этого золотого тельца поэтому он боялся что сейчас при всем народе всевышний его унизит не примет у него жертвы не спустится и весь народ увидит что он не достоин быть главным первосвященником спасибо и как мы знаем что он переживал потому что в одном из псоков тора мы видим что муж зашел вместе с ним потому что он долго не мог собраться силами и принести и сказал приблизься уже наконец-то иди подойди почему надо было сказать подойти ясно что человек стоял и не мог сделать первый шаг настолько была велика его его страх и почему объясняет раша потому что он стоял и перед ним прям было видение он не видел мешка но не видел столу не видел жертву он видел как будто бы рога этого золотого тельца и знал сейчас это случится сейчас это случится все те злые сны которые мне снились сейчас я их увижу наяву и что он приносит жертву всевышнему и огонь спускается с неба большей радости не для еврейского народа для не для рода не могло больше быть он начал жизнь с нового листа представьте себе что у вас есть огромный долг который не дает вам спокойно спать и тут вы его отдаете из какой полной груди вы начинаете дышать с какой новой силой начинаете зарабатывать деньги тратить понимая что это все на семью они на чужого дядю за прошлые грехи то же самое было и с аэроном это был самый счастливый день всем привет самый счастливый день в его жизни и что делает тора тора не жалеет аэрона тора не считается с его мнением с его радостью с его эмоциональным состоянием не пропуская даже одного предложения если вы откроете тора вы увидите и спустил всевышний огонь и возрадовался арон и пришли люди к арону и сообщили ему что в эту минуту два сына арона надава авил умерли и это в принципе то с чего мы начали урок когда в самый трогательный момент вашей жизни происходит что-то что портит ситуацию полностью на корню какой ну почему всевышний не мог подождать почему всевышний не мог дать и арону хотя бы одно предложение насладиться вот этим вот облегчением своим и он на него валит новые новые проблемы и тора очень странно нам рассказывает почему эти праведные сыновья умерли написано что они принесли чужой огонь они вознесли для всевышнего чужой огонь какой огонь разве если чужой огонь приносишь вообще такое лохи нету почему из-за нее должно умирать почему такая странная причина могла послужить их смертью именно в ту минуту когда арон наконец-то почувствовал себя полноценным человеком очень бы хотелось с вами это разобрать из-за их поведения понять как нам с вами вести себя и поверьте мне что концу урока мы с вами станем праведнее чем самые праведные мальчики на дам и авиа обещаю если вы работе побудете со мной до конца обещание долго и так что такое они принесли чужой огонь это значит что в мешкане было два стола на которых приносили жертву один был на улице 2 было внутри арон зашел внутрь там где моширобейна его подтолкнул и сказал подойди ближе там спустился огонь на следующий день все остальные дни что надо было делать надо было принести огонь с улицы и зажечь внутри опять этот огонь чтобы он не потухал как свечку мы с вами зажигаем и пользуемся чтобы она не потухала не тухла и за это они умирают хотя это было прямое указание тора что они должны были это сделать взять огонь принести внутрь зажечь опять этот светильник и чтобы огонь горел почему за это тора должна их наказать приходит раша и говорит очень странную вещь вообще непонятно откуда он ее взял он говорит не то что второе написано принесли чужой огонь вообще на это не обращайте внимание это не причина причина я вам расскажу вот в чем они сказали аллаху перед своим учителем в чем заключается его подвох в том что они не подождали пока муширобейна который был там с ними скажет мальчишки коины а сейчас вы должны взять огонь и принести жертву они подумали что они сами лучше своего учителя знают законы знают когда правильно когда неправильно они без его указаний стали и сделали то что должны были сделать у нас на протяжении всей тора мы знаем очень много историй когда тот ученик который говорит перед своим учителем по торе он обязан смерти если я подхожу к раввину и говорю раввин скажите пожалуйста вот зажигать свет в огонь можно вы шаббат можно и перед тем как раввин мне отвечает моя подруга с которой я пришла начинает быть один что с ума сошла конечно нельзя вот это подруженцы не о ком не будет сказано по торе она должна умереть потому что она ставит под сомнение слова раввина у нас когда мы с вами с божьей помощью начнем учить пихки а вот мы увидим насколько важно вот эта цепочка передачи тора от всевышнего к муширобейна от муширобейна к мудрецам от мудрецам к другим мудрецам и дальше так это тора беспрерывно перешла к нам мы не можем перерывать эту цепочку передачи чтобы сейчас ученики учили друг друга а раввина остались как бы него дел у нас есть даже песня я бы вам ее включила потому что люблю включать песни к теме урока но она с музыкой эльна разеет поляльте может быть вы знаете это выражение его сказала хана за этого сына я молилась обычно женщины которые просят чтобы у них были дети они молятся молитву хана потому что именно ее молитва послужило тем что она удостоилась и благочестивых сыновей эльна разеет поляльте я за этого сына молилась в чем была история когда эта фраза была сказана когда хана у нее родился сын и она пообещала что она его вырастет до трех лет дома и потом принесет работать в храме и посвятит он свою жизнь всевышнему принесла она вместе со своим сыном барана для того чтобы его зарезали в жертву для всевышнего как презент скажем так взятка и когда они принесли этого барана коэн их встретил и сказал эй позовите мне быстро главного коэна тут жертву принесли и этот маленький но уже умный мальчик сказал не подожди зачем звать коэна ведь этого барана может принести любой кто работает здесь даже леви по закону этот коэн открыл глаза и сказал ты конечно малыш прав и правильно аллаху ты сказал но ты ее сейчас сказал перед своим учителем ты не имеешь права говорить аллаху когда стою здесь я если я сказал надо значит надо извини но поторе я тебя должен убить и тогда хана начала плакать и кричать эльна разеет поляльте я именно за этого мальчика молилась и именно его посвятила всевышнему ты не можешь его сейчас убить пощади и проси пожалуйста и мы знаем что конечно же малыша не убили но эта история в очередной раз нам доказывает что человек который говорит перед старшими перебивает старших это не только к учителю относится и к родителям и к бабушкам уважаемым людям обязательно нужно слушать их мнение хотя бы потому что кроме нас кто это мнение еще будет слушать и и раша так и говорит они умерли потому что сказали аллаху перед моши приходит у нас следующий комментатор и говорит не раши не слушайте есть другое объяснение почему они умерли и привозят вообще комментарии которые непонятно откуда взят потому что они зашли пьяные в дом всевышнего откуда рамбам берет вообще пьяный то у нас говорит они принесли чужой огонь этот сказал сказали в балаху перед моши вино тут вообще нигде не упоминается вино рамбам говорит а также как в истории по царя у которого был приемный сын так же и здесь почему что он имеет ввиду потому что сразу же следующим послугам после того как сказано что сыновья аэрона умерли написано и не будете выпить алкоголь когда заходите в дом бога нет не такими словами но очень похожими сказано если арону сказали хоть ты не пей алкоголь когда заходишь хоть ты пожалуйста отведи от себя эту он напасть чтобы ты не умер ясно что если арона предупредили значит его мальчики пострадали именно из-за этого что рамбам имеет ввиду когда говорит что это притча о царе у которого был приемный сын когда мы с вами открываем талмуд совершенно в другом месте мы можем с вами прочитать эту историю и рассказывается что у царя была правая рука настолько близкий человек которого он называл чуть ли не своим приемным сыном он с ним выпившие что ей яйн написано в торе что ей яйн это выпившие вина не пьяные конечно не пьяные но может быть был запашок может немножко покачивала не знаю как мне приятно читать ваши комментарии спасибо большое шалом всем присоединившимся что это за маша и что это за история не поленилась и открыла значит там рассказывается про царя у которого был помощник правая рука которому он доверял все свои секреты все что он не говорил жене детям я не знаю своим другим подданным он знал о нем совершенно все исполнял все его поручения и вот в один день весь выпившие по силу большая и вот в один день весь дворец зашуршал заговорил и они не могли поверить царь убил своего подданного свою правую руку какое-то время они его оплакивали а потом царь сказал мне срочно надо найти замену за неделю они нашли ему замечательного парня умелого знающего там не знаю нечего считать в уме трехзначные цифры и когда он его посвящал он ему сказал главное не ходи и играть в казино первым правилом тогда понял весь мир наверное тот первый провинился тем что после работы он ходил и прогуливал деньги может даже взял с казны царя какие-то деньги за это он был казнен поэтому первое правило для нового вот только в казино не играя не повторяя его ошибок может быть и второе точно так же говорит рамбом написано и не заходите выпившие в храм потому что эти мальчишки зашли выпившие но приходит рамбе и говорит как можно было просить от этих мальчиков исполнить это правило если оно появилось в истории после того как они умерли постфактум если было написано заранее они не исполнили понятно но мы не можем сказать нельзя после того как ребенок уже согрешил и что-то сделал и рабе говорит все кроется в том как рамбом это написал ведь рамбом он никогда не глотал слова он всегда нам очень обширно рассказывать свои комментарии почему вдруг здесь он сказал это притчу о царе у которого был хороший слуга если ты хочешь чтобы мы из этой притчи что-то выучили приведи ее полностью так же как я вам сейчас рассказала чтобы вы поняли почему он сказал вот так вот в двух словах но это та притча помните нет не помним я ее до этого не учила потому что говорит рамбе тут вообще не важно о чем эта притча была важно только одно это притча о царе у которого был приемный сын и приемный сын здесь самое главное человек который живет в доме царя автоматически должен понимать правила даже без того что царь ему об этом будет говорить то же самое и здесь извините то же самое и здесь с сыновьями на давая вио они и что что они не знали что нельзя заходить и что что до этого тура об этом мне написала они были праведниками они должны были понимать что никому не понравится какая-то жена вы знаете вы любите когда ваш муж приходит домой пьяный еще начинает что-то в жизни учить нет никому это не нравится и не потому что жена сказала когда-то я не люблю тебя выпившим а потому что муж любой должен знать что жене это неприятно потому что она жена а не потому что уже когда-то это было сказано окей второй комментарий о трампе у нас что они выпили вина и за это были наказаны спасибо за ваши лайки и третий комментарий мы находим непосредственно в книге бобин бар в своей в нашей торе не комментарии а сама тора пишет убаним ле аюляем и не было у них сыновей и не были они женаты и тут тут же наши мудрецы вспоминают что было написано про этих мальчиков и говорят о это настоящая причина эти мальчишки настолько были отреченные от мира настолько знали свою цену они думали зачем мне это жена тратит на нее деньги сейчас нервы он вообще жена не любит когда муж пьяный приходит а как я с друзьями буду выпивать у нас между прочим покера каждую эмоции шаббат у них не было жен они не хотели иметь детей у них не было ни мальчиков ни девочек не были женаты и когда мы с вами собираем вместе вот эти вот три комментарии какие бы они у нас не были какое общее впечатление у нас складывается про этих мальчиков инфантильные глуп не знаю не глупые но легкомысленные можно сказать правильно они перед мужем говорили они жен не хотели на детей тратиться не хотели вот эти все памперсы нервы зачем им это все надо еще и пьянствовали и не стесняли заходить в дом ко всевышному в таком состоянии берешься за голову и спрашиваешь как у Айрона были такие сыновья и почему мы вообще сейчас с вами в 10 часов вечера собрались чтобы поговорить о их смерти окей что то вы там между собой решаете но точку на моих необоснованных замечаниях ставит Мушерабейну который дальше обнимает своего брата за плечо пускает слезу и говорит эти мальчики были лучше нас с тобой эти мальчики превзошли в своих заповедях как меня Мушерабейну и Айрона почему потому что мы Айрон с тобой не умерли от того что мы делали то же самое мы тоже приносили чужой огонь мы тоже брали огонь оттуда приносили туда мы тоже делали фербрэнген какой-то выпившие заходили и нам это все прощалось эти мальчики были настолько святые настолько чистые души у них были что даже маленькая ранка была на их теле заметно любой маленький изъян кидался потому что они были истинными праведниками и тут у нас задается вопрос ну так а че они тогда умерли и что Тора хочет нам с вами сказать мне не интересно я надеюсь что вам тоже не так интересно учить Тора как историческую книгу историческую я могу почитать я не знаю художественную литературу Тора для нас дана только для того чтобы мы выжили из нее сок и поняли что мы должны взять для сегодняшней жизни для нас Тора настолько актуальна вы сейчас это поймете что Всевышний нам с вами говорит этой самой истории нам все станет понятно когда мы проникнемся в суть этой истории хочу рассказать маленькую историю которая произошла на самом деле они пишут американский писатель в своей книге он каждый день ездил в университет давать лекции на поезде это было час туда час назад обычно он утром спал досыпал то что он не мог доспать а вечером он проверял домашнее задание учеников и вот в один раз он зашел утром в поезд уже с этой подушечкой чтобы спать все сидели но никто не спал почему а потому что заднем сидении сидел папа с двумя мальчиками которые бегали бесились нервничали кричали плакали смеялись и самое ужасное что папа никак не реагировал он сидел и смотрел в одну точку и все молчали и час поездки должен был оказаться просто вот не то что они отдохнули бы они приехали бы на работу каждый с головной болью этот человек писатель к сожалению не помню его имени встает бесцеремонно подходит к папе и говорит что ты за отец такой ты не можешь сказать своим детям нет ты не можешь их утихомерить да я им сейчас леща дам и они быстро сядут на свои места когда этот папа поднимает на него свои стеклянные глаза и говорит я хочу их успокоить но я не знаю как мы возвращаемся сейчас с похорон моей жены и их мамы я не знаю как их успокоить какие слова найти для того чтобы они пережили эту потерю и правильно меня сейчас поняли эту ситуацию в которой они сейчас находятся естественно он говорит что ему стало неловко от того что он сказал он тут же начал заставать шоколадки он решил сам поиграть с этими детьми и прочитал им все истории которые он когда-то написал чтобы немножечко скрасить их вот это вот положение Тора говорит Раби говорит извините не надо искать никаких оправданий этим мальчикам если бы Тора хотела сказать что они зашли туда пьяные или сказали Аллаху перед Моше или не было у них детей она бы привела это здесь сейчас чтобы мы не искали не догадывались и не пытались понять что они тогда умерли Тора уже нам написала когда мы откроем прямые текстуры мы увидим что два раза приведен синоним слову умереть и вышел чужой огонь в эту халю там ваямуту и сжег он их и умерли они отсюда Раби говорит мы знаем что были две какие-то причины потому что одно слово должно было быть лишним если огонь их сжег то от чего они тогда умерли вот это вот слово умерли надо было найти какое-то оправдание и поэтому все прошлые комментаторы начинали говорить то что они принесли чужой огонь понятно он их сожрал это нормально но была еще одна причина более веская из-за которой по Торе им полагалась смерть Раби говорит посмотрите немножко на другую сторону если вы прочитаете другие главы где приносится жертвоприношение вы увидите что слово сочетание и сошел огонь обычно вызывает на нашем лице улыбку сошел огонь это значит что Всевышний захотел быть с нами он пришел к нам он сделал нам комплимент он принес цветы он поощрил нас своим присутствием обычно у нас улыбка на лице и поэтому мы знаем что из-за того что огонь сошел Всевышнему было приятно что надобавил это сделали он сошел показать им что что-то они сделали правильно но что они умерли и мы должны понять что произошло то что они сделали все было правильно кроме одного и то что они сделали неправильно я бы очень хотела вам открыть этот секрет чтобы мы его не повторили и стали на уровень выше сыновей Айрона с Божьей помощью хоть в чем-то мы с вами на два урока назад рассказывали про Раби Акива помните? Раби Акива родилась дочка об этом мы с вами не говорили шалом Андрей и как только эта дочка начала уже становиться подростком расти Раби Акива начал задаваться вопросом кто же будет ей достойной пассией из большой кной любви Всевышний их забрал давайте посмотрим если вы правы и Раби Акива сказал где мне искать ей мужа как не в моей ешиве начал он присматриваться к парням и увидел что есть один особо богобоязненный он приходил в дом учения самый первый уходил самый последний он не зависал в фейсбуке он не переписывался в ватсапе он полностью себя посвящал Торе и доходил до очень больших успехов он решил что когда дочка будет готова выходить замуж он сделает первый шедух именно с ним так и случилось они очень понравились друг другу для него было большой честью стать частью семьи великого Раби Акива и была у них свадьба по какому-то мнению только Иерусин не важно прошло два месяца подходит к ней этот парень ее муж извините его звали кто-то там Бен Азай я не помню его имя Бен Азай и говорит послушай милая я так больше не могу я хочу развестись почему что я сделала не так где я тебя обидела ничем ничем ты меня не обидела но я не создан для этого мира я не могу думать про пеленки про как делать тебе комплименты как тебе не обидеть я не могу вот в этом мире толочься я не хочу заниматься глажкой уборкой и готовкой я не хочу чтобы ты за меня это все делала я хочу посвятить себя Торе я всю жизнь этим занимался я не вижу себя в воспитании детей я хочу полностью себя отдать Всевышнему и она сказала я согласна быть женой для тебя когда ты будешь только учиться вешеве и она повторила жену своей мамы которая 24 года ждала своего мужа и не видела его потому что он посвятил себе учебе но с этим человеком Беназаем не все было так мило как с рабе Акилой которого мы помним как человека который таких мудрецов родил наш иудаизм сказано в Талмуде в одном из трактатов что было 4 человека которые удостоились зайти в Пердес зайти в Рай в престол Престол Всевышнего и учить Кабалу на высших уровнях Раби Акива Раби Азай вот этот вот Беназай и еще 2 человека так вот один из них умер один сошел с ума Беназай умер то что он посвятил себя полностью Торе то что он ушел из семьи то что он сказал Всевышнему я не хочу быть женой я хочу быть только с тобой Всевышний его не принял он умер как только поднялся вверх это значит что да да Зюра может вы хотите давать уроки я не поняла почему вы мне тут все секреты открываете извините есть одна история которую я вам рассказывала уже множество раз мне кажется я вам сейчас напомню ее когда год назад мы сделали Алью из Киева у меня была прощальная вечеринка так там одна моя подружка сказала что каждый раз когда они будут слышать эту историю они всегда будут вспоминать обо мне потому что я из этой истории могу выкрутить мне кажется ответ на любую на любую проблему в Торе настолько она мне кажется вот обширна эта история если вы помните супер если нет я вам сейчас расскажу вы точно запомните нет не молчите все хорошо спасибо за помощь история про Вэл Вэл Грин помните надеюсь что что есть хоть один человек из восьмидесяти восьми девяти кто не помнит для него я сейчас ее в бекицу расскажу был один умный человек профессор и известный во всем мире Вэл Вэл Грин и он посредством Хаббатника который приехал в Миннесоту начал приближаться к каударизму интересоваться наукой и Торой и даже взял себе еврейское имя Вэл Вэл и вот как-то раз когда он отправлялся на очередную свою конференцию в другой в другую страну позвонил ему в аэропорту Рафеллера его звали вспомнила и Рафеллера ему звонит и говорит Верлог, послушай, для меня очень важно, можешь ли ты заказать себе кошерную еду, когда будешь лететь в самолете. Равин, зачем мне это надо? У меня дома, извини меня, свинину еще кушаю, не перешел на кошерную кухню, ты хочешь, чтобы я здесь, в самолете этим питался? Нет, послушай, это так важно, с тобой слетят знаменитые люди, они увидят, что ты кушаешь кошерное, они у тебя спросят, они придут ко мне в синагогу, я продвижу больше людей, это вот такая вот будет первая компания. Ладно, какая у меня разница, покушаю кошерную еду, может она даже вкуснее. И вот после тяжелого рабочего дня, поздно вечером, он садится в самолет, начинает раздавать еду, и он ждет, 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 и понимает, что уже все кушают, а ему еду не принесли. Он подзывает стюардессу, та открывает рот и говорит, простите, я совсем забыла, мы не подняли эту кошерную порцию на борт, она была только одна, извините, мы забыли. И он начинает в сердце своем материться. Ситуация не из простых. Он человек, который никогда не соблюдал кошерот. И сейчас из-за какого-то раввина он пал в непонятную ситуацию. С одной стороны, ему надо сейчас ехать голодным, живот бурчит, с другой стороны, он не может уже сказать, ай, ладно, нет кошерного, давайте тогда свининкой покушу. Нет. Он долетел это время, он вышел в аэропорту, у них была пересадка, был час до другого самолета. Он звонит посреди ночи Рафеллеру и говорит, ах ты такой, ты не знаешь, что я из-за тебя сейчас пережил. Я стою сейчас в очереди, где продают хот-доги, сосиски, с маслечкой, не знаю, с горчичкой, а не, с маслечком, это не то. Ну, в общем, что-то такое прям совсем не кошерное. И я это съем за упокой твоей души, потому что из-за тебя я пережил сейчас стресс. Я никогда не был таким голодным. Вэлвэл Грин понимает, что посреди ночи со злым голодным человеком каждая жена знает, сначала накорми мужа, а потом вообще с ним разговаривай. И он сказал, помнишь, Вэлвэл, когда ты был в синагоге, ему на Фербрэнгене разговаривали на тему, кто такой настоящий еврей, и все давали свои ответы. Это тот, кто может дать урокного икра, это тот, кто может воспитать еврейских детей, это тот, кто охраняет свое еврейство и выбирает себе в жены и мужья только евреев, это тот, у кого бабушка еврейка. Было много-много ответов. Хочешь, я тебе скажу секрет? Ни один из них не ответил правильно. И я хочу тебе сейчас сказать, какой это был правильный ответ. Правильный ответ, еврей тот, кто очень голодный, стоит в очереди за некошерным хот-дором и говорит себе, нет, Всевышний не хочет, чтобы я это кушал, и я это не буду кушать, не потому что здесь мой разум есть, и моя логика есть, а потому что я знаю, что Всевышний сделал в этом мире какие-то законы, и я, его сын, буду его слушать. Вилл Волгвин положил трубку, продолжал стоять в очереди, думать с кетчупом или с майонезом, но когда подошла его очередь, он не смог вымолвить и слово, и он сказал, что именно тогда в нем и родился еврей. И я вам хочу сказать, что это, наверное, самое главное правило еврея. Никто от вас не требует. Если вы заметили, вот я уже почти год даю вам уроки, ни одного раза я вам не сказала ни одной заповеди, которую вы должны сделать. Я не имею права, потому что я не знаю, на каком уровне вы находитесь. Если вы сейчас узнаете от меня, что надо соблюдать шаббат, и не будете его соблюдать, на вас будут капать наказания. Зачем мне это надо? Не соблюдайте, не знаете, что такое шаббат, придет время, узнаете. Но я хочу из вас за Божьей помощью посредством, конечно, Тора сделать настоящих евреев. Это когда мы выключаем логику и говорим, я в этом мире для того, чтобы не выбрать хот-дог. Как бы это ни звучало. Я в этом мире для того, чтобы выбирать, делать правильный выбор. Почему надавы Авио умерли? Они умерли, потому что они были большими-большими праведниками. Объясните происхождение евреев. С удовольствием, если можно, только не на этом уроке. сыновья Аарона были большими праведниками. У них не было жены, детей, только потому что они так же, как и Бен Азай, говорили, как мы будем над них тратить время, если у нас для Всевышнего не хватает. Мы днями и ночами молимся Всевышнему, и если у нас будет меньше на это времени, мы будем чувствовать себя очень плохо с этим. Когда они зашли в мешка и принесли этот огонь, они почувствовали, что их так тянет вот эта Божественность, вот эта теплота, которая окутывает, которая манит их, что они быстро выпили вина для того, чтобы приземлить свое тело, чтобы оно осталось и не улетело, потому что их душа настолько хотела присоединиться ко Всевышнему. Они были теми людьми, которые не ждали, что им кто-то что-то скажет. Муше, чтобы им сказал, иди принеси огонь, иди сделай. Они настолько чувствовали желание Всевышнему, они настолько стали частью Всевышнего, что они точно знали, как правильно и как нет. Поэтому, когда они зашли в храм, огонь спустился. Арон боялся, что огонь к нему не спустится, а к сыновьям спустился, потому что они сделали это с чистым сердцем, но все равно они умерли. И я вам хочу сказать, что имел в виду, нет, ну, не Всевышний, конечно, но как я поняла Всевышнего в этой истории, он говорит нам гениальную вещь. Мне не надо, чтобы вы долбились об стенку в молитвах. Мне не надо, чтобы вы шли и посвящали себя Торе целый день. Мне не надо, чтобы вы были фанатиком. Помните, вот на этот урок у меня сподвиг, я не помню, к сожалению, кто на прошлом уроке дал такой комментарий, что обычно человек, который возвращается к вере, он прерывает связи со всеми окружающими, потому что он настолько видит ясно картину, что кажется, что все остальные вообще неправильно поступают. Не для этого Всевышний дал нам Тору, для того, чтобы мы каждый день делали что-то маленькое из-за справления себя. Мы должны с вами вкусно кушать, только выбирать в этой вкусной еде не креветки, а самое крутое, я не знаю, говяжий стейк какой-нибудь, аль денте. Мы должны с вами зарабатывать много денег, потому что Всевышний хочет, чтобы мы кайфовали от этого мира, он для нас его создал. Представьте, если вы дарите своему ребенку подарок огромный лего из 2000 частей, он берет только одну часть и говорит, мне этого достаточно. Нет, ребенок, я тебе дал 2000, построй замок, заведи туда всех своих кукол, я не знаю, сделай кайф, наслаждайся, я же для этого дал тебе этот подарок, что ты пользуешься одной частью. Мы должны наслаждаться, но что делать это правильно. И как мы это еще раз доказывается, это в Торе, в Кабале приводится, не заходим с вами глубоко в Кабалу, конечно же, насколько это позволительно, что сыновья Аарона, Надава, Авио, о которых мы сейчас рассказываем, им пришлось пройти 4 гельгуля, 4 исправления души. Помните, на прошлом уроке мы с вами говорили, что Гой, который пришел к Шамаю и сказал, научи меня Торе на одной ноге, он умел в виду, как исполнить всю Тору в этом мире, чтобы душа не исправлялась в следующем, возможно ли это сделать. Если вы не знаете ответ на этот вопрос, перейдите, пожалуйста, к прошлому уроку. Так вот, сыновья Аарона, они проходили исправлять свою душу 4 раза. И знаете, на 4-м, куда попала их душа, сказано в Кабале, что этого человека звали, Раби Элиезер Бен Азарья. Это был самый умный человек того поколения, самый молодой на силе президент, он 18 лет уже стал главой еврейского народа. Но это не был человек, который целыми днями учился. Я ничего против не имею, но не уверена, что каждый из нас может быть Эммет, целый день учить Тору с чистым сердцем. Он был самым богатым человеком поколения. Написано, что каждый месяц он давал Маасер свою десятину 12 тысяч голов крупного скота. Это значит, что каждый месяц у него было 120 тысяч голов крупного скота. Он был миллиардером того поколения, но он оставался праведником и самым умным человеком. Это то, к чему мы стремимся. Это тот Гиргуль, это тот человек, в котором закончилось исправление души сыновей Аарона, потому что Всевышний не хочет от нас, чтобы мы закрывались. Знаете, как в других религиях бывает, что вот если ты стоишь вверху, то ты не должен жениться, у тебя не должно быть жены, у тебя не должно быть детей, ты должен себя полностью посвятить Всевышнему. У нас такого нет, у нас наказывают за то, что у нас нет жены. Мы не полноценные без мужа, у нас должны быть дети, а еще и лучше мальчик и девочка, а еще лучше, чем больше здоровых, воспитанных, замечательных детей для продолжения еврейского рода. У нас должно быть много денег, мы должны кайфовать от еды, мы должны кайфовать от книг, мы должны кайфовать от нашей семьи. И не стесняйтесь этого, не стесняйтесь просить у Всевышнего материальных вещей, потому что Он создал их не просто так. Если бы мы пришли в мир, в котором была только Тора, Сидур, и, я не знаю, большие шляпы, накладные усы, пожалуйста, я бы поняла, для чего Всевышний создал этот мир. Но для другого. Например, очень многие раввины, вообще даже целые еврейские направления запрещают использовать интернет, заходить в WhatsApp, пользоваться Facebook. Посмотрите, это то, что всегда говорил Раби. Всевышний ничего не придумывает просто так. Если у нас есть какое-то новшество, мы должны его взять и перевернуть в святость. Я беру этот Facebook и даю на нем три раза в неделю уроки Тора. Поэтому Facebook становится святостью. Я делаю в WhatsApp и рассылки, кому интересно. Я в WhatsApp освещаю. И это классно. Я желаю вам, чтобы у вас было много материального благосостояния, много духовного роста, поддержки, желания делать добрые дела, не останавливаться. Много хороших людей вокруг, которые бы вас окружали. Держитесь. Надеюсь, скоро карантин закончится. Хорошего вечера, хорошего шабата. Всех благословений. Держи. 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 Продолжение следует...